Уважаемый президент, уважаемые коллеги, спасибо за возможность поучаствовать с представлением клинического случая о неодевантном лечении хердоположительного рака молочной железы. Молодая пациентка обратилась к нам в диспансер в марте 2016 года, полностью сохранная, без сопутствующей какой-либо патологии, с жалобами на отёк и покраснение левой молочной железы, которые она отмечала в течение 4 месяцев. Также ей беспокоили болезненные ощущения в области соска левой молочной железы. При осмотре обращают на себя внимание увеличение левой молочной железы, отёк кожи, незначительная гиперемия и инфильтрат, пальпируемый в верхненаружном квадранте до 3,5 см. Симптом площадки положительный, лимфатические узлы пальпаторно не определялись. У пациентки выполнено стандартное обследование, момография, УЗИ, при котором также выявлен отёк кожи и несколько патологических образований в левой молочной железе. Надо отметить, что при УЗИ ещё выявлены метастазы во внутримомарные инфатические узлы. Здесь представлена момография, долго останавливаться не будем на этом. Выполнена трепанбиопсия, экифицирован рак молочной железы, инфильтративная карцинома, положительная по рецепторам эстрогенов и прогестеронов, положительная по хердуостатусу. Так я же совсем в нашем диспансере, к сожалению, на тот момент не определялся, но в данном конкретном случае он бы не имел какого-то прогностического значения в плане назначения дальнейшего лечения. Также выполнялась, конечно, остеоцитография, метастазов отдалённых не было, КТ грудной клетки тоже метастазов в пациентке нет. Таким образом, встал вопрос о назначении надевантного лечения. Мы обратились к международным, к российским рекомендациям, которые рекомендуют, прошу прощения за тавтологию, двойную антихердоблокаду в этом случае в сочетании с токсанами. Это как наиболее эффективный метод лечения. И на тот момент у нас такая возможность была. Почему рекомендуют именно двойную антихердоблокаду в этой аудитории уже неоднократно говорили уважаемые эксперты, поэтому останавливаться не буду. Все прекрасно знают, что при таком лечении достигается большее количество патомофологических ответов и клинических ответов на лечение. И вот с апреля 2016 года по июнь пациентка получила 4 курса неодевантной химиотерапии децитокселом в сочетании с пертузумабом и тростузумабом. И клинически был полный регресс опухоли. Значимой токсичности не было. Все курсы проводились четко в срок. Что касается обследования, то, к сожалению, не совсем, конечно, в этом плане мы подошли серьезно. И УЗИ выполнялось в районе, поэтому снимков никаких нет. Не могу предоставить на обзор. Могу лишь, так сказать, показать КТ после двух курсов, которые пациентка выполнила самостоятельно. Здесь виден частичный регресс, это после двух курсов. После четырех курсов по ультразвуковому исследованию был полный регресс. Выполнена операция радикальная мастектомия, модифицированная радикальная мастектомия, это моден слева с одномоментной реконструкцией молочной железы с помощью эспанкера. Гистологически полный патоморфоз пятой степени по Миллер-Пейн. Олимпатические узлы без опухолевой ткани. Ну, здесь представлены фотографии микропрепаратов. Видно, что опухолевых клеток не определяется. Почему нам так важен полный патоморфоз? Здесь тоже уже неоднократно оговорилось. Потому что такие пациенты живут без прогрессирования дольше, чем нежели те, у которых не достигнут полный патоморфоз опухоли. Одевантно проведено три курса ФИК. Надо сказать, что, наверное, если бы дело было не в начале 2016 года, а сейчас, мы бы, конечно, в силу химиотерапии провели до операции. Но вот в начале 2016 года как-то однозначно мнения разделились, поэтому одевантная химиотерапия по схеме ФИК была проведена. Лучевая терапия не проводилась. Больная была консультирована в федеральном учреждении. Отказали. В настоящее время пациентка получает тростезумаб и тамоксихен. Без признаков прогрессирования, естественно. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Анатольевич. Вопрос, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, у пациентки был мультицентричный рак. Эффект от терапии мы получили. Но вообще в вашей клинике принято, как принято, проводить биопсию с одной опухоли берете или с двух-трех, ну, смотря от количества наличия чугов? Я не провожу сам биопсию, да, я занимаюсь химиотерапией. Но, насколько я знаю, все три пан-биопсии проводятся только с одного. То есть вы не исключаете, что могут быть разные фенотипы опухоли? Нет. Может быть, это связано с огромным потоком пациентов, не знаю. Ну, то есть здесь однозначно только с одного участка. У меня еще... Да, еще вопрос, пожалуйста. Большое спасибо за доклад. В случае прогрессии данной опухоли у этой пациентки, какая ваша дальнейшая тактика лечения будет? Ну, здесь сложно сказать. Прогрессия, смотря когда наступит эта прогрессия, да. Ну, в идеале, конечно, это продолжение антихир-2 терапии. Та же ТДМ-1 препарат, Катсилла, да, то есть очень хорошие результаты показывает, в частности, при метастазах головной мозг. Потому что такие пациенты очень часто прогрессируют именно с метастазами головной мозга. Поэтому я бы, наверное, назначил Катсиллу и локальный контроль, если это метастазы в головном мозге. Ну, опять же, по лекарственным возможностям, да, это идеальный вариант. Спасибо. И еще вопросы будут? Михаил Анатольевич, а у меня к вам вопрос. Какой сейчас опыт в областном Ленинградском онкологическом диспансере в отношении применения двойной блокады при местно распространенном хердопозитивном раке молочной железы? Катерина, 6 пациентов пролечено, у всех 6 полный, вот, клинический и патомофологический. А какой режим вы использовали? Также вы назначали, вот, как, какой вот, вы сейчас говорите, мы тогда лечили, то мы сейчас лечили так, а как вы сейчас лечите? Сейчас мы лечим, мы делаем, делаем 4 курса антрациклинов, это АЦ, и потом переходим на токсаны с двойной антихердоблокадой. То есть, все, 4 курса также. То есть, получается, 8 курсов до операции, потом операции. А дальше уже грицептин, а тростозумаб. То есть, получается, я сейчас просто хочу так прокомментировать, вы сказали, что отказали, в лучевой терапии не отказали, она просто не показана, поскольку достигнут полный ответ и в самой молочной железе лимфатических влагах. Она просто была не показана, да? Не в силу того, что просто отказали, а просто она была не показана. Ну, как бы русский язык, он очень богат своей интерпретацией, да? Случайно, она была просто не показана. Вопросы еще будут? Спасибо. 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 Продолжение следует...